Ямы по весне считают, и это ни для кого не секрет. Печальнее всего дела обстоят в дворах жилых домов, где асфальтовое покрытие разбито и усыпано ямами. Пока жильцы утверждают, что уже привыкли ремонтировать дороги перед подъездами своими силами, столичные власти заверяют, что погода для работ с горячим асфальтом не подходящая. В нескольких дворах побывала с инспекцией наша съемочная группа. Наша съемочная группа отправилась в один из дворов по улице Матья-Басараба, что в секторе Рыжкановка. Эта подъездная дорога полна ям практически на каждом квадратном метре по одной. Как мы видим, некоторые засыпали щебенкой, но давно уже все смыло водой. Жильцы близлежащих многоэтажек нам поведали, что подобную картину наблюдают практически каждую весну, и за последние годы ямы стали шире, да и опаснее. Все по-старому, много грязи, много мусора, есть дома, где убирают понемногу, но по большому счету хаос, везде так. А этот мужчина нам рассказывает, что сами жильцы каждую весну на свои деньги ремонтируют асфальтовое покрытие. Во дворе чаще всего засыпают ямы щебнем, чтобы можно было проехать. Появляются зимой, когда повышенная влажность, а уже весной, как будет нормальная погода, мы потихоньку их залатаем. Сколько хватит сил. Не очень красиво, но что поделать, надо потерпеть. В другом столичном секторе похожая картина. В этом дворе на Василия Лупу дорога тоже разбитая. Нелегко приходится как водителям, так и пешеходам. Много ям, машины в них попадают, мамам с детскими колясками трудно пройти. Это старые дома, мы здесь уже 40 лет живем, привыкли. А в этом дворе на Оливью Деляну асфальтовое покрытие застелили 4 года назад. Кое-где почти сразу появились выбоины. Жильцы сетуют, что после каждого ливня вода стекает в подвал дома. Обращались в мэрию неоднократно, но пока безрезультатно. В прошлом году мэрия запланировала ремонт 35 дворов жилых домов. 32 участка удалось отреставрировать в срок. У нас осталась еще часть незавершенных объектов. Сейчас там должны проводиться работы, но пока погода нам не позволяет работать с горячим асфальтом. На реставрацию дворов мэрия выделила 56 миллионов леев. В эту сумму не входят затраты на уличное освещение, обустройство зеленых насаждений и игровых площадок. Мы отправились в один из дворов на старой почте, где недавно завершился ремонт. Но работники залили новую смесь лишь на одном участке, и это видно невооруженным глазом. Нужно было сделать до конца, и все. А в прошлом году наша съемочная группа побывала в нескольких дворах, которые были отреставрированы в рамках муниципального проекта «Комфортный двор». Но спустя какое-то время на свежеотремонтированном участке появились трещины, а кое-где работники оставили после себя строительные отходы. В столичном управлении транспорта нас заверили, что ответственный за ремонт экономический агент обязался исправить все погрешности.